Если после хорошо проведенного праздника на следующий день утром вы чувствуете себя плохо, скорее всего, есть одна ситуация из трех возможных. Либо было много выпито, либо было много съедено, либо было много выпито и съедено одновременно. Чтобы не попадать в подобные ситуации, хорошо было бы вам до того, как сесть за праздничный ужин, набрать в поисковике на ютубе «Правильный здоровый праздничный ужин», посмотреть такое видео на моем канале, чтобы правильно комбинировать продукты питания, напитки, блюда за праздничным столом. Очень важно знать, как правильно начать, как правильно продолжать, чем закончить праздничный ужин, чтобы не иметь негативных последствий для своего здоровья. Но если вы это видео нашли первым, то, скорее всего, что вам нужна помощь. И чаще всего эту помощь оказывают в себе в домашних условиях, но не всегда. Потому что ситуации, которые наблюдаются в этом случае, они не всегда такие спокойные, не всегда безопасные для вашего не только здоровья, но и для вашей жизни. Потому что если было накануне много выпито, то белки, которые находятся в кровеносном русле, различные функции выполняли бы, но они были коагулированы алкоголем. Алкоголь сворачивает белки, которые находятся в кровеносном русле, и фактически резко увеличивает вязкость крови. Кроме того, алкоголь не всегда чисто окисляется в организме, продукты окисления раздражают мозг и вызывают воспалительный процесс. Все вместе дает элементы отека мозга. И индикатор того, что отек мозга таки состоялся, это головная боль, это ухудшение настроения, это, возможно, повышение агрессии или депрессии, это красные глаза. Это самые простые признаки, которые показывают, что ваш мозг не в самом комфортном состоянии. Если они выражены, эти признаки, достаточно активно, то, скорее всего, что вам нужно вызвать просто бригаду скорой помощи и полечиться под присмотром врачей. Если же они выражены в небольшой степени, то чаще всего самопомощь оказывает себя в домашних условиях. Но важно знать, какие средства самые безопасные в этом случае, которые помогают вам восстановить ваш организм, а не продолжить вот это патологическое состояние. Потому что из уст в уста передается самая быстрая помощь. В данном случае это немножко выпить. Да, эта помощь действительно оказывается быстро. Действительно, все эти признаки очень быстро исчезают по мановению волшебной палочки. Но таким способом очень легко попасть из похмелья в алкоголизм. Оттуда выход еще сложнее, еще трудоемкий, более трудоемкий. Поэтому я бы не советовал начинать утро с очередной порции алкоголя. Это очень дорогое удовольствие, хотя помощь действительно реально оказывается быстрая. Как не советовал бы утро начинать из напитков, содержащих кофеин? Чай, зеленый, черный, белый, кофе. Да, они усиливают энергетику мозга. Да, кофеин, попадая в клетки мозга, он улучшает там обменные процессы, усиливает, и вам стало лучше. Но кофеин, кроме этого, он усиливает кровенаполнение сосудов головного мозга. А это увеличивает элементы отека мозга. И в таком хорошем состоянии можно загреметь даже в реанимацию. Поэтому не стоит начинать с таких напитков, так же как и с курением. Да, когда человек покурил, вроде как у него мозг работать стал спокойнее, он стал лучше управлять своими эмоциями, но за счет чего? Тут обратный эффект. Если кофеин усиливает обмен веществ в клетках головного мозга, то курение наоборот. Курение в еще большей степени увеличивает вязкость крови, который до этого увеличил алкоголь. И возникает очень серьезная ситуация, когда резко увеличенная вязкость крови создает очень серьезную нагрузку для всей сердечно-сосудистой системы. Сердцу очень тяжело перекачивать еще более густую кровь, и, соответственно, обостряется ВСД, причем давление может идти как вверх, так и вниз. Обостряется гипертоническая болезнь и резко вырастает кардиологический риск. То есть в этом случае вы должны быть полностью уверены в том, что все сосуды, а их 100 тысяч километров у среднего человека, находятся в идеальном состоянии, потому что вероятность инфаркта либо инсульта в этом случае высока, как и вероятность остановки сердца. Потому что густую сметану сердце должно иметь возможность перекачивать. Только кровь стала чрезмерно густой, сердце может просто не выдержать. И не стоит комбинировать вот эти три первых метода в помощи себе. А самая простая помощь, она действительно самая простая, выпить стаканчик холодного, подчеркиваю, холодного рассола, прямо из холодильника. Что вы получаете в этом случае? Холодная вода, она раздражает практически весь кишечник, раздражает желудок, запускает перистальтику. И вы получаете очень важную помощь в этом случае. Активная перистальтика помогает очистить кишечник. Таким путем вы не просто очищаете кишечник, вы хорошо очищаете организм. Потому как рассол еще не дойдет до толстого кишечника, а перистальтическая волна пролетает туда достаточно быстро. Очищение кишечника вы помогаете своему организму убрать ту пищу, которая не успела перевариться до конца. Вы также убираете избыточные количества алкоголя. Потому что алкоголь имеет тенденцию циркулировать из кишечника в кровеносное русло и обратно. И вот таким вот образом очищенный кишечник, он хорошо избавляется от избытков токсических веществ, в том числе и дополнительных количеств алкоголя. И хорошая идет очистка. Кроме того, рассол должен почему еще и крепким. Соль тащит на себя за счет осмоса водичку и очищает вашу кровь. И таким образом вы еще в большей степени улучшаете состояние крови. Именно поэтому ни в коем случае не стоит пить просто воду. Только вы выпили воду, вода идет в кровь, увеличивается объем крови. И опять-таки нагрузка на сердце. А разбавляются те токсины, которые находились в концентрированном виде, которые организм таким образом удалил от жизненно важных органов. А теперь в разведенном виде они легко нарушают работу и мозга, и сердца, и других органов. Но первые особенности, первые проблемы именно со стороны сердца и мозга возникают. Поэтому ни в коем случае не стоит на следующий день начинать с воды. Вода только усугубит состояние и резко его ухудшит, может довести даже до реанимации. Таким образом не стоит. А вот после нескольких стаканчиков рассола вы можете запустить в кишечник какой-нибудь сорбент. Это может быть уголь, это может быть кремниесодержащий сорбент. Без проблем. Они действуют примерно так же, как и крепкий рассол, набирая на себя влагу, набирая на себя воду с токсинами, приводит очищение кишечника, организма и крови в целом. Также очень хорошо уже после этого холодец. Но не само мясо, а именно желе. Можно в холодном виде, можно в разогретом виде. У армян это называется хаш. Прекрасно помогает очищать кишечник, но вы должны прекрасно понимать, что вот эта ситуация, когда было много выпитого, все-таки токсический удар получила и печень, и мозг, и сердце. И от двух до четырех месяцев вам после этого нужно заниматься восстановлением своего организма. Вот так не произойдет. Да, лучше вам станет через день-два, вы почувствуете себя в принципе хорошо, но ваш организм пострадал и очень серьезно. И это незаметно на первых парах. А если такие подвиги за праздничным столом у вас продолжаются достаточно регулярно, со временем вы можете увидеть и более материальным в виде те проблемы, которые наедаются каждый раз. Поэтому важно понимать, что делать между праздничными застольями, как себя вести. Как минимум вы можете на моем канале найти видео консультации врача-диетолога онлайн. Это минимальная помощь, которую я могу оказать, когда вы находитесь в любой точке мира. Если на следующий день вы чувствуете, что все-таки накануне не столько перепили, сколько переели, безусловно, тут помощь проще. Вам нужен просто разрузочный день. А может быть, несколько разрузочных дней. Самые простые продукты, которые вы можете использовать в данном случае. Кисломолочный, кефир, простокваша, закваска. Без проблем. Жирность обязательно должна быть. Но лучше, если она будет 2,5%. Обезжиренные кисломолочные продукты слабые, желчегонные. Печень в этом случае плохо имеет возможность сбрасывать желчь и продолжать очищение крови. Более высокой жирности такие продукты на них может среагировать поджелудочные. Потому что много съедена эта нагрузка и для нее в том числе. Поэтому 2,5% жирности, 200 мл, каждые 2 часа по аппетиту не вопрос. Учитывая то, что вам кроме кефира в нем очень мало углеводов, а не практически если натуральный продукт, там углеводов практически нет. Неплохо после каждой такой порции кефира съесть одно небольшое яблоко. Лучше, если оно будет запеченное. Так еще больше идет очищение кишечника. После нескольких стаканов кефира, если вы чувствуете хороший аппетит, вы можете съесть постный супчик, борщик, уха очень хорошо помогает. Если это был такой праздничный ужин, был просто редким событием в вашей жизни, ничего страшного. Пару дней на очищении все прошло. Вы никаких неактивных последствий для своего здоровья не почувствуете. Если регулярно, ну конечно, вам уже нужно будет думать, как между этими праздничными застольями правильно питаться, чтобы все-таки получать от них не только эмоциональные плюсы, но и плюсы по здоровью. Самая сложная ситуация, когда было много выпито и съедено. Тут, конечно, помощь специфическая. В оказании себе помощи нужно расставлять приоритеты. И, конечно, много выпито это номер один, много съедено это номер два. Да, я понимаю, много съедено может отложиться в каких-то не самых незаметных местах вашего организма, но все-таки опасность для здоровья сегодня несет в большей степени много выпито. И в этом случае последовательность ваших действий простая. Первое, конечно же, рассол. После него может идти холодец, но рассол должен быть обязательно холодным и принимать нужно его до очищения кишечника. Когда кишечник очистился и у вас появился аппетит, вот тогда вы можете в жидком виде какую-то уку съесть, хаш съесть, вам нужна юшка, вам нужна не еда, вам в данном случае нужна юшка, чтобы продолжать очищение своего организма. И только на следующий день вы можете уже добавить кисломолочные продукты. Даже если в первый день при таком экстриме для своего здоровья появился аппетит, лучше не употреблять какие-то продукты питания, потому что все-таки вам нужно в большей степени почистить организм. Если все это будете делать правильно, все здорово, но если опять-таки у вас систематически появляются такие ситуации, вы можете конечно найти на моем канале видео «Как восстановить печень после праздников». Можете приобрести книжку «Что делать, если у вас есть печень?» Тут тоже достаточно подробно расписаны ситуации, как восстанавливать печень в домашних условиях. Немножко больше информации, чем в том видео, потому что две сотни страниц, конечно, чтобы их озвучить, я должен вам буду читать сутки примерно эту информацию. Вы заснете под экраном и все равно не сможете ее освоить. Книжку вы сможете открыть в любое удобное для вас время и прочитать, обновлять информацию без проблем. Ну а я понимаю, что в принципе то, что видео я обозначил, я уже озвучил. И с привычными подписчикам моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения подумаю, какое видео еще написать на эту тему для вас. Ну а вы, надеюсь, не забудете поставить лайк, если вам это видео понравилось, поделиться с друзьями, родственниками, потому что застолье это здорово, это хорошее общение, и общение должно приносить плюсы для здоровья, а не минусы. Подвиги за столом это здорово, это прекрасно, но лучше, если они будут укладываться в рамки правильного питания, разумного употребления алкоголя, других напитков, чтобы все-таки здоровье сохранять за праздничным столом, а не наблюдать, как оно утекает или улетает. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. До новых встреч на моем канале.